В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Московской областной думы Владимир Жук побывал с очередным рабочим визитом в Ленинском округе. А родители могут попробовать? Конечно. У нас есть стол дегустации. В Совете ветеранов обустроили настоящий цех по изготовлению окопных свечей. Мероприятия очень нужные. Отзывы идут прекрасные оттуда. Дом культуры Буревейсник, села Молокова. Один из победителей конкурса. Название лучшего сельского учреждения культуры в Подмосковье. Вокальные, театральные, хореографические, спортивные, молодежные. Поэтому есть куда крылья творчества направить. Депутат Московской областной думы Владимир Жук побывал с очередным рабочим визитом в Ленинском округе. В ходе встречи депутат побывал в Бутовской школе номер один, а также проверил готовность восточного филиала Южной поликлиники, который распахнет свои двери уже совсем скоро. Наша съемочная группа сопровождала парламентария. Ребят, как обед? Вкусно! Гороховый суп, котлеты, пюре, квашеная капуста. Сегодня в Бутовской школе номер один – рыбный день. И пожелать ребятам приятного аппетита приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук, который свой рабочий визит в Ленинский округ начал с проверки качества детского питания. Первые дети любят отменно борщи, особенно борщ, суп гороховый, вермишелевый. Ну, молодцы! А добавку вас можно получить? Можно, конечно. Конечно, есть резерв порции, да, конечно, есть такой. На это рассчитано, конечно. Эта школа – одна из самых крупных в муниципалитете. Ежедневно тут питается более двух тысяч ребят с первого по одиннадцатой классы. И вопрос качества еды на особом контроле. Ежедневные проверки специальной комиссии – только первый этап. А родители могут попробовать? Конечно. У нас есть столбегустации, куда они могут присесть и попробовать. И они после посещения заполняют чек-приз, где они как раз и высказывают свое мнение, что нравится, что бы они хотели. Вот, например, ради... Как бы трехступенчатый контроль. Да, да. Владимир Жук встретился с учителями школы. Сегодня преподавательский коллектив – это 335 человек. Владимир Петрович поблагодарил за труд и вручил специальные именные ежедневники. 2023 год объявлен годом педагога и наставника. И в Московской области разработали такой подарок для каждого учителя региона. Соколов Никита Андреевич. География. География. Никита Андреевич у нас призер муниципального этапа. Педагогический дебют в этом году. Молодцы. Следующим пунктом визита стал восточный фериал Южной поликлиники. Рассчитано это новое медицинское учреждение на 100 посещений в смену. Будет прием специалистов и первичного звена, и узких специалистов, прием педиатров, терапевтов. Из узких специалистов здесь будут принимать хирурги, невропатологи, лор-врач, уролог, врачи функциональной диагностики и ультразвуковой диагностики. Просторная поликлиника полностью оснащена необходимым современным оборудованием и мебелью по нормам СанПина. В детском отделении есть игровая, где ребята смогут скоротать время в ожидании приема врача, а также комната матери и ребенка. Все помещения уже готовы к приему пациентов, впереди лицензирование и торжественное открытие. Объекты здравоохранения, где мы сегодня были, построены и отремонтированы за счет регионального бюджета. Поэтому, конечно, нам, как депутатам областной думы, важно, чтобы средства пошли правильно, по назначению, были добросовестны и рачительно использованы. И мы получили тот результат, который бы нас устроил. В данном случае все эти факторы совпадают. Ожидается, что поликлиника откроет свои двери для местных жителей уже в начале апреля. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Вся страна сегодня помогает защитникам Донбасса, собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают носилки, окопные свечи. В Совете ветеранов Ленинского округа на днях тоже кипела работа. Члены общественной организации в зале заседаний обустроили настоящий цех по изготовлению свечей, так необходимых в походных условиях, в которых находятся наши военнослужащие. Цему продолжим в нашем следующем сюжете. Зал заседаний Совета ветеранов Ленинского округа временно превратился в цех по изготовлению блиндажных свечей. За последние месяцы все, кто задействован в работе, стали настоящими профессионалами в этом деле. Мероприятие очень нужное, отзывы идут прекрасные оттуда. Люди, войска самое главное довольны. Готовят пищу, обогреваются. Землянку две свечи, греют добавок. Ставится в металлическую конструкцию, специально есть такая вещь. И это нагревается в металлической конструкции, от нее идет тепло по всей землянке. Анна Зиберева занялась волонтерской работой с первых дней начала спецоперации. Изготовление окопных свечей – одно из направлений ее деятельности. Открыли пункты сбора банок. Жители стали сразу приносить у нас. Потом школа нам вторая помогла. Акция у нас была «Доброе тепло». После Нового года они нам собрали много банок. И вот так все закрутилось. И потом я поняла, что все, квартира лопнет, потому что я все это в квартиру собирала. Совет ветеранов стал местом, куда не только привозят все необходимое для изготовления свечей. Общественники с воодушевлением вовлеклись в общее дело. Для новичков тут же мастер-класс. Центральный фитиль, он тоже у нас пропитывается для того, чтобы если вдруг свеча в какую-то влагу попадет или там, да, для чего вообще пропитка фитиля, чтобы можно было зажечь в любом случае. В импровизированную мастерскую приходят пенсионеры, ветераны Мускокса, представительницы Союза Женщин России. Сегодня 12 человек, по-моему, у нас задействовали. Начинали с трех человек. Каждый раз нас приходит больше, больше и больше. На вопрос, как долго еще будут лить окопные свечи, ответ у всех один. До победы. Татьяна Брылова, Екатерина Борисова, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ. Министерство культуры и туризма Московской области подвело итоги конкурса на звание лучшего сельского учреждения культуры в Подмосковье. Одним из 16 победителей стал Дом культуры «Буревестник» села Молокова. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В этом году на конкурс лучших сельских учреждений культуры Московской области было подано почти 100 заявок. Наш муниципалитет представлял ДК «Буревестник» села Молокова. По итогам конкурса он оказался в числе 16 победителей. Критерии, естественно, это материально-техническая база, это увеличение коллективов творческих, это победа в областных региональных международных конкурсах, это развитие и внедрение новых форм работы. Нелли Обзялова возглавляет ДК с 2014 года. В 2021 она была признана лучшим руководителем сельского учреждения культуры Подмосковья. Не так давно в «Буревестнике» провели ремонт, благодаря чему были созданы условия для новых направлений работы. В 2014 году занималось 4 клубных формирования, на данный момент их 35. Коллективы все разные, разные направленности. Есть вокальные, театральные, хореографические, спортивные, молодежные. Вот, поэтому есть куда крылья творчества направить. Один из старейших коллективов Дома культуры – театр танца «Гюнеш». В нем занимается более 100 человек разного возраста. Девочки неоднократно участвовали в окружных мероприятиях, выступали в разных городах и становились лауреатами конкурсов. Более 80 наград у нас есть моих и детей. То есть это и лауреаты, и дипломаты, и, скажем так, какие-то благодарности от многих организаций, даже по району. И вот у нас есть гран-при. В студии живописи рисунка «Мир красок» юные творцы становятся настоящими художниками. Проявляя усердие, они развивают свой талант. Их работы можно увидеть на различных выставках. Я сейчас рисую натюрморт. Тут фрукты, корзины изображены. Это потом будет все в гуаше. Студия эстрадного вокала «Счастливые люди» помогает раскрыть возможности своего голоса, научиться правильно петь и передавать эмоции зрителям. Воспитанников Надежды Жиряковой, впрочем, как и ее саму, часто можно увидеть на сцене во время праздничных концертов. А звук – это дар божий. Голос – это дар божий. Инструмент человека – это живой, уникальный музыкальный инструмент. И овладеть этим инструментом – ой, какая большая наука. Научить самого себя. В планах у руководства Дома культуры еще больше расширить свою деятельность. А полученная награда поспособствует этим намерениям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центральной библиотеке Города Видное прошел литературный вечер, посвященный Евгению Зубову. На встречу были приглашены почитатели таланта поэта и наша съемочная группа. Сотрудники Центральной библиотеки Города Видное каждый год в преддверии дня рождения поэта Евгения Зубова проводят мероприятия, посвященные талантливому земляку. Мы стараемся популяризировать имя Евгения Зубова. У нас огромный конкурс, зубовские чтения, зубовская премия учреждена. Они вышли на другой уровень совершенно. И, конечно, те, кто участвуют, они, естественно, изучают творчество поэта, они интересуются. На встречу были приглашены видновские литераторы и ценители творчества поэта. На мероприятие присутствовала супруга племянника Евгения Зубова Зоя Круглова. Она прочитала неизданные стихотворения «Мальчишки» и рассказала об интересных фактах из жизни поэта. Мне, во-первых, это очень интересно. Я люблю жанр, вот именно о природе, о птицах. И вообще он о жизни тоже много писал стихотворений. Ну, то, что видел вокруг себя, то он и описывал. Стоит отметить, что в ближайшее время в библиотеке открывается музей Евгения Зубова. Сейчас идет активная подготовка к этому событию. Приглашен художник, главный художник музея Горки Ленинские Сергей Владимирович Чистов. Я думаю, что он нам поможет. И мы сделаем качественный музей с какой-то инсталляцией. Наверное, это будет окно. Не буду раскрывать тайны. Но пока еще художник думает, как это будет. На литературном вечере прозвучали стихотворения поэта. Также участники вспомнили биографию Есенина-Видновского края и прочитали о нем старые статьи из газет. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Виднетовы. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова